Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. И сегодня я нахожусь в районе Биберева, в парке, который называется Парк Света. Общая площадь этого парка составляет 7,5 гектаров, и парк был разбит на территории Старого Сквера, вдоль Костромской улицы, который со временем пришел в запустение. Парк открылся в 2019 году, и здесь полностью был переустроен и благоустроена эта территория. И это один из немногочисленных парков, в котором нужно побывать в вечернее время. Здесь очень интересная подсветка, причем разнообразная по зонам. Здесь подсветка малых архитектурных форм, качели, скамеек, арок. И в 2019 году Парк Света вошел в десятку мест Москвы, в которых нужно побывать вечером. Ну, я здесь, к сожалению, была в дневное время, в суток, но я вам вставлю сюда фотографии, как он выглядит в вечернее время, или же когда-нибудь приду сюда вечером. Здесь до проведения благоустройства находился сквер вдоль Костромской улицы с детской площадкой. Но эта территория имела непредлядный вид и использовалась просто как транзитная дорога от дома до станции метро Биберева. И привести в порядок территорию было решено по просьбе местных жителей. Здесь жители одобрили реализацию представленного им на рассмотрение проекта Парк Света. Здесь установили большое количество лавочек, в том числе специализированных для инвалидов. Кстати, лавочки тоже подсвечиваются в вечернее время. Установили урны, оборудовали площадки для выголов собак, ретро-площадки для пожилых. На детских и спортивных площадках предлагалось установить оборудование для маломобильных граждан. Ну и, конечно же, арочная подсветка, подсветка деревьев. И здесь все вот это было сделано. И сейчас, да, работы по благоустройству были начаты в апреле 2019 года, а завершились они уже в июле 2019 года. И 23 августа 2019 года был открыт этот сквер. Ну, это сейчас уже считается как бы актуально такая концепция для нашей страны, поскольку у нас часто темно в 3-4 погодных сезонов. И мы просыпаемся утром в сумерках, идем на работу, приходим вечером в сумерках с учебой или с работы. И это затрудняет наше передвижение. Но когда мы идем по такому парку с качелями, с северным сиянием, со световыми фигурами и волшебным лесом, которые освещают дорогу и создают такую атмосферу тепла и романтии, то вроде как настроение становится лучше. И эта темнота и сумерки переживаются легче. Очень нестандартное здесь освещение. И надо сказать, что вот такое название, особенность этого названия, парк света, она заключается еще и в том, что он соседствует с храмом. Вот вы видите, сейчас здесь даже два храма, то есть свет души. И также здесь недалеко находится роддом, то есть свет будущего. Ну вот такая перекличка названий. Свет освещения, свет роддом и свет храм. Ну, я повторюсь, что здесь я не смогла побывать в темное время суток, к сожалению, поэтому вставляю картинки. А вообще этот парк представляет собой вытянутую, такую сейчас уже представляет озелененную территорию, которая разделена функционально на тематические зоны. Здесь есть игровой склон, есть различные другие детские площадки, есть спортивная площадка, есть просто скамеечка. И, кстати, здесь есть памятник бобра. Я вам сейчас тоже его покажу. Тоже такая достопримечательность этого места. Ну, и здесь установлены, конечно же, фонари разного дизайна. В плане было заявлено 170 штук. И малая архитектурная форма. Например, обратите внимание, там сейчас будут дальше шары и кубы. Ну, такие как квадраты, кубики. Они тоже оснащены подсветкой и иллюминацией. Также установлены большие круглые качели для детей и взрослых, которые тоже переливаются разными цветами в темное время суток. А рядом стоит длинная скамейка, вставляющая с собой деревянный парапет по периметру зеленого участка. Эту скамейку тоже подсвечивают светильники. Вот вы сейчас видите этот круг, который по вечерам подсвечивается, и возле него стоят скамейки. Пространство волшебного леса, такой мелкой рощицы в парке, уражают тоже фигуры в виде шара и куба, полумесяца, цилиндра и звезды. Эти фигуры исполняют не только роль арт-объекта, но и могут быть использованы как скамейки. Ну и арки входа и выхода из парка выполнены в виде аркад с круглыми светильниками. Ну и также здесь еще подсвечиваются некоторые деревья. Вот скульптура Бобров. Здесь семейство Бобров, здесь на главной аллее. И однако к моменту открытия зоны отдыха этот арт-объект так и не появился. На его месте была временно установлена табличка с надписью «Ждем семью Бобров». И все-таки эту скульптуру установили в парке света в день города. Авторами композиции стали заслуженные художники России и Армении Микаэль и в Одессе Гаяны. Ну а почему бобры? Потому что бобер – это символ Биберева, и изображение этого животного можно найти на Дербе района. Оно напоминает о бобрах, водившихся в местных реках в старину. Здесь также, я уже сказала, есть площадка для выгодов собак там при входе. Тоже территория освещена и оборудована современными элементами для дрессировки собак. Это бум, туннель, кольцо для прыжков, перекладины, горка и слалом. И спортивные площадки со шведскими стенками, три площадки для воркаута, ну, турники, турники и, ну, в общем, очень много чего. И также здесь две детские площадки. Одна из них представляет собой игровой склон. Вот он, сейчас перед вами, справа, организованный на искусственном холме. Здесь на цветном прорезиненном покрытии установлены три горки, сетта для лазания, искусственные неровности, деревянные брусья. А на второй площадке, сейчас я вам дальше ее покажу, установлен просто игровой комплекс с горкой и скалодромом. Также комплекс паутинка для лазания, песочница, качалки на пружинах и качели гнезда. Вот эти вот малые формы сейчас с левой стороны шары и кубы, которые подсвечиваются и на которых можно посидеть. Я имею в виду кубы. На шарах, конечно, посидеть проблематично. Вот вторая площадка здесь. И вот сейчас мы с вами дойдем до конца. И я вам все-таки два слова скажу уже не о партии света, а о тех храмах, которые здесь находятся. Ну, не могу я обойти стороной. Здесь два храма. Это церковь московских святых, вот который большой, и Сергиевская церковь, поменьше, красненькая такая. Сергиевский храм, сейчас мы будем идти обратно, я вам покажу такой красненький. Она связана с Вознесенским монастырем в Москве и основала его супруга Дмитрия Донского, княгиня Евдокия. Монастырь считался одним из крупнейших и богатейших на Руси. Представители различных знатных родов были его инотиниями. Среди земель, принадлежавших монастырю, числили земли многих русских городов. В 1585 году во владение монастыря переходит пустош Кожина. Здесь и появилось вскоре село Биберево, а в нем деревянный храм Благовещения. Село разрасталось медленно. К началу XVIII века здесь насчитывалось всего 20 дворов, и притч храма также был невелик. Когда здание обветшало, илумение монастыря Вознесения представило средства на возведение новой святыни. Так в 1732 году появляется деревянная церковь в Столокольни. После пожара 1812 гора годы в храме службы прекращаются. Несмотря на просьбы прихожан возобновить бродослужение, лишь в 1819 году был сделан шаг навстречу верующим. При храме появляется новый притч, и с тех пор службы проводятся регулярно. В 1873 году в здешних местах началась эпидемия холеры, которая начинает уносить жизни людей каждый день по пять человек, и в это время мимо Биберева проносили икону святого Северного Радонежского. Монахов попросили зайти с этой реликвией в село, а очевидцы рассказывают, что только икону занесли в Биберева, здесь стали происходить чудеса. Во время молебна больные, дни, которые были, казалось бы, сочтены, вставали и выходили из домов. Неудивительно, что в скором времени при храме Вознесения появился предел в честь преподобного Сергия Радонежского. Через 20 лет во имя этого святого на месте старого храма возведут новый каменный. После революции из храма Северного Радонежского в Бибереве были похищены многочисленные ценности. В 1922 году выходит указ об изъятии уцелевшей после похищения церковной утвари. В 1931 году в Бибереве организовывается колхоз, храм закрывают, из его бревен строят ферму, а здание приспосабливают под склад комбикорма. Позже в храме разместился завод металлоизделий, директор которого примет решение уничтожить уцелевшее внутреннее убранство и возвести несколько пристроек. В 60-е годы стены храма святыни займет фабрика по производству выключателей, а в 1980 году здесь будет находиться автомастерская. В 1989 году храм Сергеевский храм на Костромской улице вернули верующим. Долгое время место настоятеля храма было вакантно, и в 1990 году настоятелем становится Петр Давыдов. С этого времени начинается возобновление богослужения и работа по возрождению прежней святыни. Вот вы сейчас этот храм снова увидите, вот такой кирпичный, с левой стороны будет первый красного цвета, а вот этот большой храм, который находится рядом, это новый храм Церковь Московских Святых. Это, вот вы сейчас видите, вот белый, это новый храм, а вот тут левее, красненький, это вот тот самый храм, о котором я вам рассказывала, Сердием, Сердиевский храм. А вот этот храм, большой храм всех московских святых, стоит буквально совсем близко от станции метро Биберева, он был освящен патриархом Кириллом в феврале 2020 года. Это один из крупных храмов в Москве, и, наверное, самый крупный на севере Москвы. Ну, собственно, Биберева стала Москвой в 1960 году, и теперь уже Биберева была не подмосковным селом, а крупным столичным районом, который требовал, конечно, постройки нового храма. И вот этот храм был построен, потому что маленькая церковь Сергия Радонисто, преподобного Сергия, конечно, не вмещала всех прихожан, хотя она и была основным храмом этого прихода до последнего времени. И, ну вот, можете сейчас посмотреть. на этот храм еще раз. И, собственно говоря, на этом наша с вами прогулка сегодня, пожалуй, будет заканчиваться. Я благодарю вас всех за просмотр этого видео. Всем желаю всего самого-самого доброго. И, как всегда, я жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем большое спасибо, всем здоровья, добра и благополучия. Всем до свидания, пока-пока, до встречи, всем добра. есть. Смотрите, Субтитры создавал DimaTorzok